Ну что мои дорогие друзья, всем снова приветище, это Mass Effect Andromeda, меня зовут Юрий Кот и мы продолжаем с вами играть дальше. Навыки я немножечко прокачал всем нашим персонажам, вот где-то здесь показывать я сейчас их не буду, потом может быть где-нибудь в бою обязательно посмотрим или при следующем уже, при следующей прокачке навыка мы обязательно это все увидим. Теперь перейдем в журнал, здесь есть два задания, первое, приоритетная задача, очки перспективности Андромеда позволяют развивать особенности, бла-бла-бла, поговорить с Эдисон на Нексусе, собственно мы сейчас неподалеку от нее и находимся, ну и луч надежды это я так понимаю основная, да, ветка сюжетная, луч надежды, после того как вы основали новый Аванпост, там инициатива поверили в вас как первопроходца, теперь вы можете свободно заниматься поисками потенциально активного хранилища реликтов, о котором узнали на ЭОС, это ваш шанс превратить Л.А. в новый дом. Отправляйте в систему ОНАОН, вот такие пироги, давайте сначала подойдем к Эдисону, узнаем, чего мы тут можем в принципе сделать, во-первых, вот сюда подойдем, из-за тебя все вверх дном первопроходится, у моего отдела даже появилась работа, у тебя есть новый способ помочь инициативе, опа, готовые к использованию, я хочу об этом узнать, давайте узнаем. Сэм сказал, что мы должны обсудить новые возможности, так инициатива и должна была поддерживать первопроходца, ты со своей командой делаешь Андромеду пригодной для жизни, это придает нам всем сил, когда ты еще чего-нибудь добьешься, можно будет еще кого-то разбудить, хочешь больше безопасности как на Продромосе? Тебе решать. Брека расскажет о интерфейсе и будет заниматься деталями, тебе остается только решать, какой будет жизнь в Андромеде. Я на тебя не давлю. Мы пообщались, собственно говоря, здесь, теперь давай пообщаемся с Владимиром. Давайте пообщаемся с Владимиром. Привет, первопроходец. Я администратор криоотделения Владимир Брека, С-63 Галлоти. Твоя первая задача — необратимо решить судьбу всех в инициативе. Оу, а это не чересчур? Ха-ха, есть немного, но тебе лучше отнестись к этому серьезно. Перспективность Андромеды, шкала Нексуса, твои инструменты, твоя награда и наше будущее. Чем я могу тебе помочь? Слушайте, мне нравится его акцент. Вы слышите, как он разговаривает? Я надеюсь, что сквозь мой так называемый импровизированный перевод слышно, как он общается тоже. И это весьма занятно. Такое было в GTA-шке, кстати, тоже. И в четвертой, насколько я помню, Ника Бейлик так разговаривал с таким акцентом. Ну и в пятой тоже кто-то там разговаривал. Я особо сильно прям туда не углублялся в сюжет. Так, очки перспективности Андромеда, шкала Нексуса. Давайте посмотрим вот это. В чем смысл OPA? ОПА. Значительная часть приготовлений в Мечном Пути была посвящена тому, что считать успехом. Пределы обозначают возможности в контексте их цены, то есть то, что мы на самом деле можем себе позволить. Подсчет очков не самая элегантная система, но она помогает понять, чем больше заработано, тем шире мы можем развернуться. Хорошо, шкала Нексуса. Как определяются пределы? Они базируются на оценке ресурсов и общей стабильности в контексте приемлемых вариантов и риска. Чем большего ты достигаешь, тем эффективнее мы будем трудиться, и тем больше инициатива сможет сделать для себя. Самое простое объяснение. Чем большего ты достигаешь, тем большего у нас возможностей развиваться. Пробуждение групп пассажиров. Так, давайте об этом узнаем. Значит, я решаю, кого будить. В какой момент проснутся все? Конечно. Но есть определенный порядок. Алгоритмы снабжения. Нельзя приготовить омлет, не разбив яиц, а из яиц не получится бюштекса. Только речь о пассажирах и их жизнях, ты должен это понимать. С чего начнем? Интерфейс работает и ждет команды первопроходца. Можно делать выбор. Можешь менять облик инициативы. На свое усмотрение. Окей, я типа понял. Давайте посмотрим, что это за фигня и что здесь будет происходить. Научная капсула. Опыт ученых, выбранных за многолетнюю работу в полевых условиях и способность трудиться, невзирая на сложность. Способен быстро обеспечить инициативе определенные успехи и ускорить получение ресурсов. Если я перейду так. Добыча полезных ископаемых. Задействовать криоблок. Нексус выделяет ресурсы на основании шахтерских станций в ЛА. Награда за время. Получайте избранные минералы с регулярными интервалами. Давайте попробуем задействовать криоблок. По идее, это должно работать. Потом идет расширенный полевой анализ. Забрать все награды. Это типа как? Это вот можно просто все обнулить. Награда за криоблок. А, слушайте, хорошо. Награда минералы забрать. Столько-то работает. Но что по военным капсулам? Здесь я могу что-то сделать. Наверное, очков нам просто не хватит. Охотничьи отряды, спецназ. Получайте ограниченный материал с регулярными интервалами. Собственно говоря, как бы все. Ну, пока закинули все на ресурсы. На изготовление ресурсов. Коммерческие капсулы. Что здесь? Здесь я тоже ничего не могу сделать. Нет наград, которые можно было бы забрать. Пишут нам. В связи с серым рынком. Все. Хорошо. Я здесь все понял, в принципе, как это работает. Давайте, может быть, еще раз поговорим. Первый проходит с количеством ОПА по твоим руководствам. Растет. И, конечно, интерфейс останется доступен для любых изменений в будущем. Протокол соблюдается. Успехи в норме. Жизнь хороша. Все удалось. Так, твоя история. Меня не интересует его история основы. В принципе, как бы и все. Перспективность Андромеды. При каждом повышении уровня Нексуса еще одна группа поселенцев пробуждается от Криостаза. Разные группы поселенцев будут давать разные игровые бонусы. Чем больше вы увеличиваете перспективность сектора для жизни, тем больше возможностей будет вам доступно. Ну, по сути, как бы все. Мы все равно не можем ничего больше прокачать. Я могу перейти в научные капсулы. Да, видите, у нас больше нет никаких очей. Поэтому ждем. Просто минералы мы можем собирать. Ну что, у нас остается одно задание. Но мне кто-то говорил, что нужно пойти и посмотреть, узнать, как же наша сестра. Что с ней вообще происходит. Ребят, давайте я, наверное, схожу. Узнаю, когда я добегу до нее. Когда я ее найду. Пообщаюсь с журналистом. Дело в том, что тут, видите, все-таки это здание. Оно висит. С правой стороны, вверху. И узнаем, как дела у нашей сестры. Когда я буду на месте, мы снова с вами продолжим. Так, ребятушки, с журналистами поговорили. Я решил не идти пока к нашей сестренке, а узнать, что у нас по квесту первоубийц. Потому что на него было потрачено достаточно много времени, на ЭОСе. И теперь я хочу отдать. Я слышал, что ты спускался на ЭОС. Удалось найти что-нибудь, что может мне помочь. И да, и нет. Рейнольдса убили выстрелом сзади. Ты промахнулся. Что? Ты... Ты точно не шутишь? Слава духам, это же прекрасно. Погоди. В инструментроне Рейнольдса осталась запись тебя, стоящего над селом. Сэм, воспроизведи. Прости, старый друг. Мне пришлось это сделать. Я не хочу умереть на этих камнях. Черт. Мало того, что ты думал, что убил его, ты хотел это сделать. Но ты же только что сказал, что этого не делал. Так что это не важно. Приговор должен быть пересмотрен, а наказание снято. Так, у меня есть что рассказать. Давайте скажем. Я схожу к Тану и предложу ему другое решение. Ты попытался все это скрыть. Прости, я соврал, но если я промахнулся, то я не виновен. Все просто. Посмотрим. Посмотрим-то посмотрим, но теперь нужно идти к Тану. А Тан у нас находится где-то наверху. И, ребят, я прекрасно понимаю, что многие хотят, наверное, какой-нибудь экшон. Но экшона не будет, потому что дополнительные задания их тоже нужно, естественно, как-то решать. Нужно что-то с этим делать. Поэтому давайте попробуем пойти к Тану. Это кто у нас тут? Офис Тана. Это точно не Тан. Тан, наверное, у нас расширил свою богодельную и находится где-то наверху. Сейчас я попробую его найти и с ним пообщаться. Да, он переехал куда-нибудь наверх. Так, ну давайте пообщаемся. Отлично. Чем я могу вам помочь? Дело Нилкина. Директор, насчет того убийства. Нилкин не виновен. Хотя я помышлял об этом. Какая жалость. Мы пытаемся подарить людям ощущение безопасности, того, что они могут положиться на свои власти. Мы устанавливаем судебный прецедент в Андромеде. И вот, осужденный убийца, которого никто не убивал. Так. Мир не делится на черное и белое. Я знаю. Если утаим доказательства и поддержим обвинение, то за преступление будет наказан тот, кто его, строго говоря, не делал. Если же с ними обвинение, отпустим того, кто просто не успел совершить злодеяние и пытался это скрыть. Твое расследование сильно запутало дело, так что тебе и принимать решение. Изгоняем ли мы его за убийство? Ребят, я не знаю, если... Как всегда, как всегда, на нас перекладывается ответственность. Я бы, например, его отпустил. Я такой, знаете, человек, как бы, ну раз не убил... Там творило черти что, жизнь, смерть, но Рейнольдс погиб не из-за того выстрела. Придется отпустить осужденного. Закон превыше всего. Надеюсь, мы не пожалеем об этом решении. Ладно, приговорю его к общественным работам за участие в этом бедламе. Но он свободен. Ну, хоть с этим неприятным делом покончено. Хорошо, ребят, мы, в принципе, все сделали. Вроде бы все достаточно неплохо, и это очень хорошо. А можно ли с ним еще поговорить? Это что-то, которое я могу тебе помочь? Так, это все. Спасибо, что уделили время. Конечно. Так, ребятки, давайте искать другое задание по журналу. Приоритетная задача. Луч надежды Адена. Союзники отношения таймной семьи Райдеров. По желанию навестить родственников криотсеки Гипериона. Да, мы сейчас пойдем, собственно говоря, туда и пропавшие ковчеги узнать что-либо о Соларианском ковчеге, о ковчеге Азари и о Турианском ковчеге. Ну, пока тайны, тайны, а потом будем вылетать. И потихонечку будем проходить все эти замечательные квестики. Я так понимаю, что на Нексусе мы будем бывать еще достаточно часто. Поэтому просто выйдем и повалим дальше. Ребят, увидимся, как я уже говорил, где-то там, где находится все это дело. Явно не сюда. В общем, ребят, я доберусь до места назначения, и тогда продолжим дальше. Так, ребятки, мы находимся на месте. Я на поезде просто сюда причухал. Для чего я пропускаю эти моменты? Для того, чтобы больше у нас влезло в Сирию. Во всяком случае, мне бы так хотелось. Давайте пообщаемся. Гарри, что происходит с Сарой? Ну, мы достали ее из капсулы. Не хочу зря обнадеживать, но Сэм сумел найти ее, так скажем... Я не понимаю. Ну, она все еще в коме, но ведь у вас не одинаковые импланты, Сэм сумел получить к нему доступ. Удалось установить с ним связь. Это невероятно. С ней все хорошо. Показатели стабильные, но тут пускай лучше Сэм тебе скажет. Мыслительные процессы Сары в норме, несмотря на то, что она в коме. Значит, с ней все хорошо. Это стоит спросить у нее, когда я установлю связь с ее имплантом. Такс. Прошу. Сара? Ты слышишь меня? Это ты, братишка? Что происходит? Где я? С твоей стази с капсулой возникли проблемы. Ты в коме, находишься на Гиперионе. Ты меня понимаешь? Я... да, кажется. Я сплю? Сэм связался с твоим имплантом. Врачи говорят, что твое состояние стабильно. Ты в безопасности. Очень странно. Я тебя слышу, но я ничего не чувствую. Где отец? Где отец? С ним все хорошо? А знаете что? Давайте мы не будем ее травмировать в таком состоянии еще больше, а то она, мало ли, ну вообще не выйдет из комы. Давайте скажем, что он сейчас занят и на задании. Он занят сейчас на задании, но я знаю, что он о тебе переживает. Ха-ха-ха, я знаю отца. Он наверняка сказал, жизнь будет, и отправился изучать новый вид водорослей. Нет, не так все было. Честно, он волнуется. Он на тебя уже наорать успел? Да, все как обычно. Когда вернется, скажи, чтобы перестал цепляться к моему братику. Ну как наш новый дом? Жилище 7. Прекрасно, как обещали. Подожди, увидишь. Там просто потрясающе. Даже лучше, чем все думали. Это потрясающе. Ведь столько могло получиться неудачно. Пожалуй, наш спор тебе удалось выиграть. Ты там оказался первым. Пожалуй, для коматозников можно сделать исключение. Спасибо большое. Я должна была помогать вам. Конечно. И тебе понравится. Не дня без новых открытий? Ага, заставь меня завидовать. Скажи отцу, чтобы что-нибудь мне оставил. Если надо будет название Гором Дава. Чур, это не мое. Будет сделано. И тогда... Что случилось? Подключение было временным. Ее состояние остается стабильным. Прошу прощения. Мне показалось, это лучше, чем ничего. Буду держать в курсе. Спасибо, Гарри. Ребят, ну мне кажется, нужно было ей все-таки дать какой-то стимул. Для того, чтобы она выбралась из этой долбанной комы. Учитывая все проблемы, как бы, да, с вот этой капсулой. И, ну, не рассказывать ей о том, что все плохо. Потому что она начнет переживать. Неречить какой-нибудь, я не знаю, капилляр в башке лопнет. И все, мы ее потеряем. Ну, это типа, знаете уже, из соображений человечности. А когда она очнется, когда она же будет стоять на ногах, мы будем уже доводить до нее ту информацию, которую, собственно говоря, владеем. Понятно, что игрушка много чего не может, а много чего и может, но ладно. Так, искать активаторы памяти, восстанавливать чего-то там еще. Посмотрим здесь. Ничего интересного. Переходим в журнал. Пропавшие ковчеги. Давайте выберем. Может быть, здесь на Нексусе что-то есть? В принципе, да, что-то есть. Здесь, смотрите, меточки у нас здесь указываются. Находится все это рядом. Давайте попробуем, ну, хотя бы начать. Хотя бы начать. Давайте вот поговорим с этим чуваком. Братан, ну, давай. Прямо рядом, слушайте, очень хорошо все. Первопроходец, меня зовут Найджел МакКой. Только что вышел из Криостаза. Добро пожаловать в Андромеду, Найджел. Спасибо. Жаль, не все так радужно. На Нексусе находился и мой младший брат Дэш. Он погиб на Эос во время попытки остановить поселение. Его жертва не будет забыта, чувак. Да, отныне все, что я сделаю, будет делаться в память о нем. У меня есть отцовский амулет, и у Дэша был такой же. Ты можешь их воссоединить? Конечно. В дневнике он упоминал о местечке на ЭОС, где ему нравилось отдыхать. А отнеси амулет туда. Ну окей, ребят, в принципе, да, мы можем. Мы можем позволить себе это сделать, но здесь также нужно пообщаться с вот этим чуваком. Наверное. Братан, только мне нужно как-то ровно с тобой стоять. Привет, первопроходец. Тяжелый сегодня денек выдался. Почему? Проклятые изгнанники перехватили крупную поставку медикаментов, предназначавшихся Продромосу. Разведчики сообщили, что воры распределили товар по своим аванпостам. Я постараюсь вернуть все, что смогу. Было бы отлично. Спасибо. Если вдруг встретишь этих сволочей, исправь нашу ошибку. Ну окей, медикаменты найдены. Ну слушайте, мы набираем целую кучу мать его заданий, но я не знаю, что... Что? Зачем нам столько много их? Давайте с этим чуваком поговорим. Райдер. Те еще были впечатления, говорит с вашей сестрой, лежащей в коме. Не скажу, что так уж поверил в этот Сэм-эмплант, но вообще впечатляет. Да, я не думал, что мы так сможем. И это когда уже думаешь, что увидел все. А нам 600-летний полет в новую галактику казался научной фантастикой. Каждый день что-то новое. Ну, собственно говоря, наверное, все. Или давайте поговорим о работе, быстренько вот так вот пролистаем это все. Я не думаю, что мы получим у него какого-нибудь задания. Ребят, я прекрасно понимаю, что многие из вас хотят, чтобы я читал абсолютно все, но это, блядь, просто физически невозможно. Что вы будете здесь делать? Ну понятно, он же медик. Чем он будет еще заниматься? Давайте, что вас привело в Л.А.? Это интересно, ребят. Но давайте не будем забывать о том, что у нас еще очень много различных дел. Знаете, как я хочу делать? Я хочу, чтобы мы с вами проходили и нудные вот такие вот миссии. Ну, для многих они считаются нудными. И также, чтобы было немножко экшена. Желательно, чтобы это все совпадало в одной и той же серии. Пропавшие ковчеги. Узнать что-либо. Па-па-па. Здесь это все узнавать. Все отлично. Ладно. В принципе, к сестре мы с вами сходили. Разобрались. Есть еще целая просто невероятная куча заданий. Но давайте все-таки не забывать о том, куда нам нужно идти. Приоритетные задачи. Луч надежды. Ребят, будем проверять. Будем проверять второстепенные задания тоже. Не переживайте. Главное, не переживайте. Все будет просто охренительно. Так, проходим в двери. Садимся на поезд. И отправляемся в систему ОНАОН. Стыковочный отсек. Погнали, друзья. Так, отличненько. Мне нужно наверх идти или... Нет, не наверх. Куда-нибудь. Стороночку. Общая зона. Теперь вот сюда. Стыковочный узел. Вернуться на бурю и отбыть. Естественно. Погнали, друзья. Я хочу, чтобы был и экшен. И все-таки немножко. Ну, дотых вот таких вот заданий второстепенных. Да, я понимаю, что за счет них можно прокачивать себе очки. Можно прокачивать... Ну, в общем, прокачиваться. Все это классно. Но, ребят. Многие играли в Ведьмака. Дикая охота. Многие играли в Fallout. Со всеми DLC. Со всеми дополнительными заданиями. Вы сами прекрасно понимаете, что если я зацеплюсь за это, мы будем с вами снимать, я не знаю, 350 серий. И, может быть, это кому-то и надоест. А, может быть, и нет. Карта Галактики. Так, мне нужно с вами побазарить, вообще-то, ребятки. Или и чё. Давайте, наверное, по очереди. Сначала с Кэлло. Чем могу помочь? Рассказать про бурю? Нет, здесь неинтересно. Не буду мешать. Я лучше пойду. Я буду здесь. Хорошо, я тебя понял, братан. Я тебя вполне себе тогда же услышал. Суви. Я видела изображение хранилища. Невероятно, до чего оно большое. А сколько ещё осталось незамеченным? Что, если оно гораздо больше? Для чего нужно столько пространства? Учитывая его цель, не исключено, что оно уходит на тысячу миль под поверхность планеты. Или охватывает её полностью. Подземная сеть. Ого. Это, конечно, только предположение. Я даже и близко не знаю, как это всё работает. Создатели реликтов, кем бы они или чем ни были, создали нечто большее, чем способен объять наш разум. Давай поговорим потом. Потому что базарить с тобой, девчуля, можно, наверное, бесконечно просто. Почтовый терминал. Давайте хоть узнаем, что это за дерьмо. Можешь дать интервью. И то, что ко мне приходит, видимо, сюда приходит задание. Ребят, будем изучать немножечко позже. Так, меня интересует сейчас, в данный момент, система О-на-он. Нужно запомнить это название. Нажимаем. Отлично. Так, саботаж на станции. Это всё не то. Стыковочный отсек. Это всё не то. Давайте, может быть, знаете, как обзор системы? Аномалия на датчиках. Где это находится? Манхуань. Карта скопления. Давайте ещё раз отдалим. Система О-на-он. Нам, ребят, нужно как раз таки сюда. Давайте отправляться. Классно. Просто охренительная игрушка. Слушай, мне так нравится, мне так нравится. Я, 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 да, я в восторге. Да. Господи, я скоро эпилептиком стану. Не знаю, с такими. Всё, что здесь происходит, мои глаза бедные. Заданный курс ведёт столкновению. Сменить курс. Сэм, что у тебя? Столкновение неизбежно. Полная остановка. Сейчас же. Ну, нихрена. А чё это такое, ребят? Почему так быстро всё? Нас даже не предупредили. Наверное, это тот чувак в плаще. Корабли кетов. Дюжина. Нет, больше. О, вот это серьёзно. Нас чё, в плен сейчас возьмут? Они нас прижали к скверне. Они сканируют нас, первопроходец. Ну, сканируй их в ответ. Такс. Ну да, это тот чувак. Где тот, кто активировал реликт? Здесь их ДНК. Отвечайте. Давайте подерзим немножко. Вы встали у меня на пути. Кто вы? О-о-о-о, слушайте, с этим спорить мне кажется бессмысленно. Они блокировали навигационную систему. Нас буксируют в их корабль. Просто скажите, что вам нужно. Я не буду объяснять то, что вы не поймёте. Райдер, я почти вернул контроль над кораблём. Нужно ещё несколько секунд. А-а-а, давай. Я много чего знаю о реликтах. Давайте делиться знаниями. Довольно. Ваше сопротивление наивно и бесперспективно. Этот день – начало вашего пути к величию. Прозвучало странно на самом деле. Сэм, я проложил возможный маршрут через скверну. Давай. О-о-о, слушайте, это нужно. Неужели мне придётся теперь управлять этим кораблём? Наверное, будет очень сложно. Хотя нет. Мне кажется, игра сама всё сделает. Докладывай. Враг уничтожен. Повреждены бортовые датчики. Это из скверны? Да. Выведи нас отсюда. Эпичненько, знаете ли, эпичненько. Мне всё нравится пока что. Будет ясно. Кэллоу. Да. Ну, у нашего парня есть яйца, да? Ха-ха-ха, неплохо, малыш. Да. Но кто это был такой? Райдер, у нас проблема. Нужно подыскать нам порт и поскорее. Отлично. И где же мы? Датчики повреждены, но мне кажется, что мы в координатах хранилища. Кажется. Гил, надо постараться, мы высадим, мы садимся. Я надеюсь, мы хотя бы в той системе находимся. Ну, перехватили нас с той системе, но планета. С нами связались. Надо садиться. Включай связь. Что? Это не переводится, друзья. Мы гости из другой галактики. Мы пришли с миром. Они нас не понимают. Они нихрена не понимают. Они отправили нам координаты. Сажай нас. Нас ведут рядом, ребят. Видите? Видимо, это конвой типа с этой планеты. Они нас встречают. Но это же не наши корабли, видимо, да? Да. Ха, только посмотрите. Как красиво. Ну, это есть интереснее, чем на планете Иос. Серьезно. Наверное, это все-таки конвоиры с этой планеты, этой расы. Интересно, как они выглядят. Наверняка это где-то было написано, но я, как всегда, упустил. Ну, они направили на нас свои пушки. Надо попасть в это хранилище. Пожалуйста, ты туда в одиночку не пойдешь. Нельзя, чтобы все получилось, как в прошлый раз. Я первопроходец. Первый контакт налаживать мне. Всего-то наиважнейшее дело. Пустяки. Ведь к этому все и сводится. Новые планеты, новые разумные виды. Пожелайте мне удачи. Да чувак, у тебя реально гроздь яиц. Вот тебе вообще похер на все. Вот ты взял, подерзил этому пришельцу. Потом вывел нас всех. Потом, короче, сам пойдешь. Крусяк. Молодец вообще. Ну, давайте посмотрим, что из этого всего получится. Таскал, Джабриенвад. Ге Таскал, Таймьяхал. Спасибо. За что, твою мать? Ты же даже не понял, что они говорят. Нейсен Роа. Ну, экипированы они неплохо. В конце концов, мы к ним на планету прилетели, правильно? Они... Они к нам. Я Параншай. Губернатор Айи. Мы все Ангара. Здравствуйте. Я первопроходец инициативы. Вы пересекли темный космос. Я слышал о вашем путешествии. Джоал, все под контролем. Эфро увидел прибытие корабля и послал меня узнать, что происходит. Господи, какие они страшные. Он человек из другой галактики. Первопроходец. Айя скрыта и защищена. Что вам нужно? А, обмен знаний, естественно. Переговоры. Если честно, мы не знали, что здесь найдем. Но я поделюсь с вами всем, что нам известно, если вы ответите взаимностью. Если честно... Что же, звучит обнадеживающе. Знаете, ребят, в нем что-то кошачье есть. Я сообщу Эфре. Он будет ждать вас в своем кабинете в штабе сопротивления. Я буду там же. Я проведу вас по городу. Ваша команда останется на корабле. Идите за мной. Не отставай. Не пытайся осмотреть Гула, а город и ни с кем не разговаривай. Охрана Эфры применит силу, если понадобится. Понятно. А задавать тебе вопросы можно? Думаю, да. Давайте. Хорошо, хорошо. Если ты губернатор, зачем мне этот Эфра? Он глава сопротивления. Это что? Они сражаются с кетами и защищают нас. Что происходит? У нас посетитель. Это небезопасно. Оно должно быть под стражей. Я улавливаю необычный уровень электростатической энергии в ангаре. В ангара. Вот так, в ангаре, господи. Ангара. Ну, понятно. Толпы. Разговаривают. Ты чужак, вторвшийся в наш дом. Мы ничего о тебе не знаем. Я не собираюсь устраивать проблем. Тогда идем дальше. Ну, давай попробуем. Как оно нас нашло? Он, а не оно. И хватит пялиться. Ха-ха-ха. Они никогда не видели человека. А тут я, такой красавчик, прилетел. В моих файлах не зарегистрирован ни один какой-то там прикол. Мы столкнулись с известной экосистемой. Этот город великолепен. Спасибо. Ты первый чужак, который это видит. Для меня это честь. А что, если я Эфре не понравлюсь? Ты ему точно не понравишься, но тебе нужно заполучить его доверие. Он отвечает за безопасность всех. Я знаю, каково это. Ты лидер. Стараюсь им быть. Так. Это главный штаб сопротивления. Эфра ждет внутри. Да, они тебя задирали, но ты сам виноват. Смотри, что тебя не выгнали, Муран. Во всяком случае, чего-то там. Хе-хе-хе. Перевелли. Нет, я требую, чтобы ты был сильным, умом и сердцем. Хорошо. Эй. Эй. Ты ширинку застегнуть нужно, или что? Лучшее, что есть у сопротивления. Я знаю. Че ты пялишься на меня, урод твою мать? Я тут вообще-то с миром пришел. Наш опыт общения с кетами сделал нас подозрительным к чужакам. Мы не похожи на них. На самом деле, мы можем друг другу здорово помочь. Мы совершили такую ошибку, когда прибыли кеты. Когда Архонт прибыл в Л.А., он разрушил наше государство, забрал то, что хотел, словно мы ничто. Теперь кеты безжалостно похищают Ангара. Очень часто наши братья и сестры пропадают навсегда. Сюда. Эфра ждет. Ребят, нам нужно расположить их к себе. Во что бы то ни стало. Выглядят они странно. Это истребление? Что им нужно? Тебе лучше приберечь свои вопросы для Эфры. Будь проклята, Кадара, я не потеряю, Уэлл. Эфра, это чужак с Млечного Пути. Первопроходец. Первопроходец. Прибыть на Айву решительный шаг. Это не преднамеренно. У меня полный ковчег уставших и очавшихся пассажиров, которые надеются, что я найду им дом раньше, чем они умрут. Конечно, сочувствую вашему народу. Итак, первопроходец. Опустим то, как вам удалось найти нас. Зачем вы здесь? На негостеприимной планете, которую мы назвали Эос, мне попалось древнее сооружение, хранилище. Его удалось привести в порядок. Оно стабилизировало климат планеты. Да, реликты. Последние разведданные. Это подтверждают. Если я не ошибаюсь, на Айве тоже должно быть хранилище, только другое. Мне хочется заглянуть туда. Да, верно. Здесь есть хранилище, но оно закрыто, а вход замаскирован. Мы не можем вам помочь. Но Мошая может. Она наиболее уважаемая нами старейшина и следовательница. Она изучала это хранилище. Но ее похитили кеты. Мы ничего не смогли сделать. Нам ее не спасти. Как и вам. И вы. И вы. Макдональдс, там, НАСА, Тугезер, Плиотеври Дэй, я не знаю. Что-нибудь сделайте так, чтобы мы как-то разделились и сохранили нейтралитет друг с другом, чтобы уважение завоевали и чтобы вы дали нам пошастать по своей планете. По-моему, все очень... Отберите у нас оружие, в конце концов. Хотя нет, это херовая идея, потому что кеты наверняка тоже где-то здесь ошиваются. Так. Давайте вот так сделаем. Должен быть другой путь. Как я смогу тебя убедить? Могу ли я предложить тебе помощь? Какое высокомерие? Я тебя не знаю. Доверять не могу. Зачем мне соглашаться на твою помощь? Я понимаю. Эфра. Эфра. Я чувствую. Эфра, слова чужака очень важны. Мушая хотела бы, чтобы мы были храбрыми и не упускали возможностей. Джоул, слишком много болтаешь. Позволь мне остаться с чужаком, я остану твоими глазами. Я знаю, что ты без меня обойдешься. Я знаю, что ты можешь спать. Пойдешь, если хочешь. Ступай, если хочешь. Но если чужак попытается убить тебя, бей первым. Эээ... Я Джал Амадараф. Я буду сопровождать себя на территории Ангара. Я благодарен, видимо. Спасибо за доверие, чувак. Я тебе не доверяю, но я всегда могу убить себя во сне. Просто знай это. Серьезно, ребят. Все очень серьезно. Я провел анализ Ай. Отправить отчет на Нексус? Первые шаги, мы получили ачивочку. Конечно, отправляй. Вернуться на бурю. Хорошо, давайте попробуем вернуться. Типа, что-то может быть управление стыковкой. Слушайте, подождите. А нужно ли нам это сделать? Я наверняка смогу здесь что-то поисследовать. Слишком рано, слишком рано я сюда ухожу. Звезды на небесах, это ты. Я надеялась, что получится с тобой поговорить. Вы покинули свой дом и пересекли глубины космоса. Вам и правда уже не вернуться назад? Да. Теперь наш дом, типа здесь. Это же такой большой риск, и вы оставили прежнюю жизнь позади. Но зачем? Естественно, все ради нее любимой. Я все еще верю, что инициатива сражается за благое дело. Рада за тебя. Не уверена, что осмелилась бы пойти твоим путем. Теперь моя очередь задать тебе вопрос. Можешь представиться? О, точно. Я Авелла Кьяр, куратор исторического хранилища. Мы изучаем древние артефакты, стараемся понять, что было утрачено из-за скверны. И, если честно, я хотела кое-что с тобой обсудить. Первопроходец, что ты знаешь о нашей истории? А, про кетов мы точно знаем. Кеты здорово насолили твоему народу, так? Да, но еще до них скверна уничтожила наши технологические достижения, в основном корабли. На Хаварле погибло много кораблей. Пустоши этой планеты хранят память о прошлом. С Хаварла только что поступил и координаты одной из неисследованных точек рушения. Такой шанс выпадает крайне редко. Но территорию патрулируют реликты, и нам туда не попасть. Зато это по силам себе, чувак. Откуда тебе известно обо мне реликтах? У меня есть друзья в сопротивлении, они слышали, как вы с Эфрой разговаривали. Я понимаю, что прошу о многом, но у тебя есть корабль, и ты можешь пробраться мимо реликтов. Без твоей помощи я в тупике. Давайте сделаем так. Всегда хотелось заняться археологией. Вот это я и надеялась услышать. Если что-то найдешь, то я здесь. Спасибо, первопроходец. Ой, все это, конечно, классно, ребят. Но как эта раса может что-то говорить обо мне, если у них у самих завелся крот, и, в общем-то, стучат. Их информация выходит из главного штаба, и здесь, естественно, что-то происходит. Давайте посмотрим, что у нас есть по журналу. Луч надежды, бла-бла-бла. Вернуться на бурю. Это понятно. Но есть союзники и отношения. Пропавшая ковчегит. Неинтересно. Задача в ЛА Айя. Вот, смотрите. Поиски прошлого. Авелла Кьяр, куратор исторического хранилища на Айе, просит поискать артефакты в месте крушения древнего челнока на Хаварле. Найти на Хаварле место древнего кораблекрушения. Я могу, конечно, его выбрать, но значит ли это, что нам нужно будет лететь или идти куда-нибудь туда, где нет моего корабля? Давайте поговорим с тобой, Чур. Обмен? Обмен? Обмен. Ха-ха-ха-ха. Ты что-то хочешь или предлагаешь, чувак? Интересуюсь. Вы ведь обмениваетесь товарами и услугами. Как работает ваша экономика? А мы пользуемся бабусиками. Мы платим за покупку с помощью кредитов. Абстрактное выражение богатства. Кеты предлагали подарки. Заключали странные сделки. Никогда не торговали. Чего стоят ваши кредиты? Как их можно использовать? На них у нас можно купить любой товар, который мы продаем. Теперь понятно. Что вы предлагаете? Все не так просто. Я могу договориться об официальной встрече, чтобы обсудить торговое соглашение, чувак. Слишком сложно. Как-нибудь в другой раз тогда. Могу еще чем-нибудь помочь? Да. Зови меня Соха. Я вожу грузы между Ай и другими мирами. Я знаю свое дело. Хорошо знаю. Хочешь помочь моему народу? Докажи. Мне нужна помощь. Один из моих внешних поставщиков не выходит на связь. У него мой товар. Возможно, возникли проблемы. Но, чувак, почему я... Чего ты взял, что я смогу тебе помочь? Ты нашел Айу. Может, ты моего поставщика тоже найдешь. А, давайте. Мало кто из местных готов дать мне такой шанс. У тебя есть корабль. У меня координаты. Поставщика зовут Келда. Найди его и товар. Вернись и докажи свою полезность. Потом поговорим о торговле. Ладно. Дополнительных заданий еще полную... Жопень нахватали. Но... Все. Приятной прогулки по докам. Пока дальше заходить нельзя. Ребят, но нам нужно валить на корабль. Насколько я понимаю. Управление стыковкой. Вернуться на бурю. Конечно. Экшона нет. Но зато мы получили очень много информации, ребят. И это очень круто, как я считаю. Так, что здесь будет происходить сейчас? Буря. Мы выходим, видимо, на орбиту данной планеты. А потом будем куда-то там растыкивать. И куда-то там лететь. Мы набрали очень много заданий. Наверняка мне нужно было где-то здесь остаться. И что-то сделать. Но я полечу, пожалуй, дальше. Ну, такой первый контакт все же лучше предыдущего. Разве что немного. Да, что случилось? Я хотел осмотреться. Теперь нам нужно еще одного кормить. А что он жрет хотя бы, скажите? Переводчики не работают? Работают. Так, а давайте постараемся просто услышать друг друга. Как обычно, как в прошлый раз. Просьба, интересная стратегия. Райдер, мы действовали из лучших соображений. Теперь у нас и их не осталось. Джал предложил помочь нам получить доступ к хранилищу на Ае. Как же мы это сделаем, если покинем планету, где она находится? Справедливый вопрос. Джал? Серьезно? Серьезно. Райдер, правильно говорит. Здесь же Ангара. Давай, послушаем новенького. Че, блядь, отбитые? Ты умеешь разговаривать, чувак? Они похожи на аватаров, кстати, из... Ну, вы поняли. Фильм «Аватар». Однажды, примерно 80 лет назад, Велэй прибыл Архан с кетами. Тогда и начались все эти ужасы. Они объявили вам войну? Это не так просто определить или бороться с этим. Кеты похищают Ангара, а их сородичи пропадают беспленно. Что будет на их месте ты? Конечно, я буду сражаться с кетами, но это не может быть основным планом. Я согласна, мы должны попасть в хранилище. Райдер. Удивительно, но я согласна с Пи-Би. Приоритетом должно быть наше задание. План у нас есть. Более-менее. Нормальный. Джал? Сопротивление не слишком многочисленным. Сегодня утром мне было приказано посетить две наши планеты. Вы можете сопровождать меня? Потому что? Потому что так можно заслужить доверие Эфре. Вы ведь этого хотели? Джал рассказал мне про те две планеты. Хаварл и Войл. До происшествия скверный Войл был цветущей планетой. Миллиардное население. Настоящий центр развития технологий. А теперь? Теперь там наземная война с Кетами. База сопротивления сражается с командным центром Кетов за контроль над планетой. А другая? Хаварл. Родина Ангара. Она сейчас дичает, становится опасной. Мы подозреваем, что в этом виноваты реликты. Похоже на планету Земля, кстати, ребят. Вот это другой разговор. Мы недавно потеряли связь с учеными. Пока не представляю, как это все нам может помочь. А я понимаю. Помоги нам, а точнее мне, и я за тебя поручаюсь. Так? Потому что Джал тоже хочет попасть в хранилище Ай. Первопроходец решать тебе. Ну, тут типа как. Смотрите. Значит, у нас есть четыре варианта ответа. Почему мне привлекаться, конечно, можно долго, но... Но мы не будем привлекаться. Спасибо, я подумаю. Да, конечно. Я пока не знаю. Просто будьте готовы действовать по команде. Согласны? Конечно. Джал, дай Кэлла координаты обеих планет. Мы и начинаем. Че ты лыбишься там стоишь? Все в сборе. Получили еще одно достижение. Ну что, ребят. Видосики по Mass Effect Andromeda я буду стараться писать не коротенько. Не длинненькие по часу. Наверное, по 45, по 50, где-то вот так минуток. Потому что, ну, видите, информации очень много. Не получается ее охватывать в полной мере. Но нет у нас такой возможности. Да, конечно, можно было бы применить еще такое явление на Ютубе, которое называется стримы. И, собственно, пройти ее там. Но тогда люди, которые следят по серийно по этой игрушке Mass Effect Andromeda, они тогда выпадут из темы. Как бы не будут понимать, что здесь происходит. Имеется в виду тех людей, которые находятся конкретно на нашем канале. Конечно, можно пойти посмотреть где-то еще и тогда понимать, что здесь происходит. В любом случае, ребят, будем продолжать. Сегодня, скорее всего, по Mass Effect выйдет один видосик. Потому что я банально не успеваю. В конечном итоге их будет целых три. Какие вы узнаете, естественно, собственно говоря, уже на самом канале. Утречком все, как обычно. Если нравится прохождение этой игрушки, озвучка, прохождение, все, что мы здесь делаем, не забывайте ставить большой пальчик вверх. Для меня это крайне важно. И тогда я буду пилить еще больше вот таких вот видосов. Не забывайте подписываться на канал, на второй канал. Не забывайте про паблик ВК. С вами был Юрий Коц. А пока, мои хорошие, всем до новых встреч и до новых видео. Скоро увидимся.